Сегодня отправляемся в Шарлотт, в Северную Каролину. Сейчас мы находимся в поместье Билдмор, которое принадлежало Вундербилдам. Личный боулинг, это очень круто. В общем, у нас проблема. Мы едем в аэропорт. Сегодня отправляемся в Шарлотт, в Северную Каролину. Сейчас выходили из отеля, забыли пасмарта. Хорошо, что вспомнили перед тем, как сесть в такси. По центру, по Манхэттену, лучше передвигаться на Убере. Причем выбирайте, ну, если, конечно, вам позволяет Ридерме. Уберпул. Уберпул это такая убермаршрутка. Тариф с возможностью взять попутчиков. Даже если вы попутчиков не берете, все равно получается значительно дешевле. Вот, например, мы вчера добирались с 36-й стрит в Даунтаун к Уолл Трайценту. У нас вышло 8 долларов 94 цента. А если бы взяли обычный Убер-Х, то получилось бы 18 долларов. То есть, ну, такая довольно заметная экономия. Учитывая, что метро стоит 3 доллара на человек на поездку, то, в общем-то, цифры вполне сопоставимые. Но вы путешествуете из необходимой точки А в необходимую точку Б. Если же вам нужно в аэропорт, то лучше выбирать Гетт. В аэропорте у Гетт фиксированные тарифы. То есть, ну, вот, например, самый дорогой тариф получается в Ньюарк, потому что он дальше всего от центра находится. И это 62 доллара. Ну, кто путешествовал, кто знает, это, в общем, очень и очень недорого. Я не помню, сколько в JFK, по-моему, в LaGuardia 35 долларов. Ну, то есть, тоже, как бы, так очень и очень гуманные ценники. Ну, в любом случае, дешевле, чем обычное желтое такси. Ну, вот, получается. И дешевле, чем Uber, потому что у Uber, у него все-таки всякие там наценки могут быть. А Гетт, они декларируют, что никаких наценок за трафик, за, там, какие-то задержки не будет. То есть, вы заплатите вот тут цифру, которая вам объявляет в самом начале. Вот такие нюансы по путешествиям на такси. Когда приезжаете на машине или на такси в аэропорт, в любой американский аэропорт, ну, по крайней мере, точно в Нью-Арк и LaGuardia, здесь есть так называемый curbside check-in. Ну, то есть, как бы, check-in на обочине. То есть, LaGuardia, это вообще прямо стойки регистрации на улице стоят перед входом в аэропорт. Здесь вот в Нью-Арке, там, в тамбуре при входе в аэропорт. То есть, не нужно никуда идти, там, искать какую-то стойку регистрации. Вы можете зарегистрироваться прямо у входа в аэропорт. То есть, не таскаться с багажом по терминалам. Это очень удобно. И еще один момент. При регистрации багажа спрашивают, есть ли у вас в багаже литиевые батарейки. Поэтому, если у вас будут какие-то литиевые батарейки, ну, там, для каких-то гаджетов, или, оказывается, литиевые батарейки идут в электронных сигаретах, то лучше, как бы, эту всю историю вытащить и переложить в ручную кладь, потому что в регистрируемом багаже они запрещены. Ну, вот. Говорят, что они могут самовоспламениться. Это очень опасно. Поэтому литиевые батарейки держите при себе. Будете сами тушить. Что мы, собственно говоря, приехали-то? в Шарлотт, в Северную Каролину. Ну, основная цель нашего путешествия – это посещение выставки Хайппойнте «Мебельный маркет». Это огромная выставка. Я в свое время рассказывал о ней. Если интересно узнать подробности, то я оставлю ссылку в описании на большую лекцию про американский дизайн. А также про тренды в американском дизайне. Это было тоже отдельное выступление. В общем, они довольно длинные, поэтому если вы прямо вот хотите все в деталях узнать, то стоит посмотреть. Так вот, как раз Хайпойнт от Шарлотта находится недалеко. В частности с небольшим езды. Вокруг самого Хайпойнта все гостиницы задрали цены. Ну, традиционно. Так же, как и в любой другой выставке. Мы решили в этот раз попробовать остановиться в Шарлотте. Потому что уровень отелей здесь существенно выше, а цены существенно ниже. А выше уровень отелей по очень одной простой причине. Мало кто об этом знает, но Шарлотт это второй по величине финансовый центр в Соединенных Штатах после Нью-Йорка. Ни Чикаго, ни Лос-Анджелес, ни Сан-Франциско, ни какой другой крупный город. А именно Шарлотт. Сейчас мы идем брать автомобиль в аренду и будем перемещаться ближайшие пять дней, ну, почти даже шесть дней на автомобиле. Toyota Camry белого цвета из солнечного штата Флорида. Сейчас мы едем в Эшвилл смотреть знаменитое поместье Билдмор, поместье Вандербилдов. Машину получить очень просто. После того, как вы ее оформили на стойке, просто идете, садитесь, ключи уже в машине, машина открыта, запаковываетесь, выезжаете при выезде, показываете контракт, показываете права, ну, чтобы вас идентифицировать. Ну и все. И поехали в путь. Ехать нам 123 мили. Где-то навигатор показывает 1.50. Взял грузовик целый, сгорел, ужас, ну ладно, надеюсь, дальше будет без приключений. По дороге заехали перекусить, вот такое вот местечко, Династи Баффе, буфет судьбы, шведский стол судьбы. Пойду посмотрим. Какое-то папское место. Этот шведский стол стоит всего 7 долларов, вообще поверить невозможно. Мы там, может быть, 18, но блин, 7 долларов. Вот, всего лишь два часа лета от Нью-Йорка, да, и начинается такой вот коммунизм. Очень классный буфет. Да, вот цыпленку только, наверное, видов 15. Но при этом есть и овощи, и рыба на пару. Ну, то есть, это не только там американская еда. Ну, и помимо этого есть еще и суши. И, в общем, рыба более-менее нормальная. Ну, конечно, тоже не выдающаяся, но сама рыба сырая нормальная. Ну, вот, есть вок. Причем такой вок-бар. То есть, вы сами выбираете ингредиенты, и вам его готовят. Сейчас мы находимся в поместье Билдмор, Билдмор, которая принадлежала Вандербилдтам. Мы посмотрели уже. Построено оно было в 1895 году. Ну, там площадь какая-то сумасшедшая. От въезда только до вот этой парковки ехать сколько там? Почти 3 мили. Ну, вот. А с этой парковки забирают шаттл. Билет достаточно дорогой, 65 долларов на человека. Вот. Но он включает в себя и посещение, собственно, усадьбы, и потом посещение еще деревни, и здесь еще и виноградники. Поэтому там еще и винная дегустация в это входит. Но самое интересное, и там, имейте это в виду, поскольку все-таки поместье достаточно обширное. Если вы приезжаете после 4-х и покупаете полноценный билет, то он действует и вот в день покупки, и на следующий день. Вот. Вот, кажется, наш шаттл там едет. Моноподы запрещены, поэтому снимаю с рук. Уж извините, как получится. Ну, здание очень красивое, конечно. Просто заходишь, сразу попадаешь в зимний сад, и это просто обалденно. Очень красиво. Музыка Это банкетный зал. Причем, судя по всему, еще и со своим органом. Вот там, наверху. Музыка Каминчик чего только стоит. С тремя топочками. А на потолке плитка такая же, как во вчерашнем устричном баре на терминале Grand Central. Ну, там из-за света она смотрится практически как стеклянная. Музыка Комната для завтрака. Стены обтянуты тисненой кожей. Очень красиво. Мраморные порталы. Очень изысканная лепнина на потолке. Выставка костюмов. Выставка не постоянная, поэтому нужно усвивать. Срочно всем в Билдмор. Музыкальная комнатка-то, оказывается, была. Музыкальный салон. Вид, конечно, сумасшедший. Вплоть до Апалачских гор все видно. Очень красиво. Музыкальный салон. Музыкальный салон. Музыкальный салон. Музыкальный салон. А это комната самого Вандербильта. Ну, судя по кроватке такой, маленький мистер был. Совсем мусси-пуличный. Очень интересно, что все части интерьера, до которых можно дотянуться рукой, они закрыты такими стеклянными коробами, например, у кровати. Здесь, наверное, как у всех богатых в подвале, винный погреб, наверняка, спа. Что мне еще очень нравится, в Америке везде есть вот такие вот боевки, то есть можно везде воды напиться и набрать, поэтому не выбрасывайте пластиковые бутылки, поступайте как американцы, наполняйте, вот в таких боевках. Такого я еще не видел. Ну там в подвале бывает спа, бывают винные погреба. Ну вот чтобы личный боулинг, это очень круто, реально очень круто. Причем никакой автоматики, видимо там еще и специальный чувак стоял, который эти кегли обратно составлял. Но спа-то похоже у него все-таки есть, потому что здесь целая галерея переодевалок, раздевалок, переодевалок. Ага, вот, бассейн. Домашний фитнес. Люди тоже следили за здоровьем. Даже в 19-м веке. Холодильник и хранение для овощей. А здесь вот еще какие-то собачьи вороться. А здесь постирочная. Ну в общем, у человека это было все. Две постирочных. Специальная комната для хранения фарфоровой посуды. Специальная комната для хранения металлической посуды. Кухня. Отдельная комната, где жарили мясо на гриле. Комната Баттлера. Спальня для прислуги. Обеденная комната для прислуги. Боулинг. Бассейн. Раздевалки. Тренажерный зал. Тренажерный зал. Чего у него только не было. Есть у него бильярдная. Есть. У него есть все. Абсолютно все. Отличное поместье. Отличная усадьба. Очень интересная внутри. Действительно что-то великолепное. И очень грамотно организованная логистика. Очень понравилось. И я настоятельно рекомендую. Если окажетесь где-нибудь в этих краях. Обязательно съездите. Того стоит. И даже этих денег не жалко совершенно. Потому что очень красиво. Чем-то напоминает вилла Виская. Но по масштабу, по объему экспозиции, конечно, гораздо круче. Вилла Виска, если что, это в Майами. Если будете в Майами, то туда тоже обязательно сходите. Мы в деревне Антлер-Хилл идем на ферму. Что там на этой ферме, я не знаю. Поэтому сейчас все посмотрим. Усталкивались у нас с таким. Приходишь, а закрыто на частное мероприятие. Вот ведь. Ну ладно, пойдем вино пробовать. Может хоть винодельня не закрыта на частное мероприятие. Ну мы там устроим свое частное мероприятие сейчас. Раз они такие. Оказывается, супруга Вандербильта, Эдит Вандербильт, была очень увлечена сельским хозяйством. Принимала активное участие в сельскохозяйственном развитии. И была, кстати, первой женщиной, президентом сельскохозяйственного общества Северной Каролины. Вот такая продвинутая тетка. Оказывается, это поместье до сих пор принадлежит семье. То есть внуку того самого Джорджа Вандербильта. Ну вот тетенька любезно рассказала. Немножко про историю семьи. Оказывается, вот этот вот внук Джорджа Вандербильта, он женат на Мэри Ли Райан, которая является двоюродной сестрой Жаклин Ли Бувьер, которая в свою очередь была первой леди, то есть женой Джона Ф. Кеннеди. Так что, в общем, вся американская элита кругом связана друг с другом. Очень интересно. А управляет сейчас этим поместьем правнук Джорджа Вандербильта. Для того, чтобы пройти винную дегустацию, нужно показать паспорт. Это была специальная телега для перевозки навоза, которым удобряли виноградники. А здесь показано, как производится игристое вино. В Северной Каролине есть свое шампанское. Это так называемая винная библиотека. Вот бы почитать в такой. В общем, дегустация работает таким образом. Здесь белые и красные. Есть еще три розовых. Попробовать вы можете столько, сколько угодно. Но, как сказала девушка, которая нас обслуживает, обычно пробует штук шесть. Ну, это такой намек. Но вы можете попробовать больше, если захотите. Наливают совсем по чуть-чуть. Поэтому, ну, распробовать, что за вино, наверное, можно. Но на пицце вряд ли напьетесь. Вина, в общем-то, неплохие. Ну, на мой вкус. Ну, по крайней мере, мы успели попробовать пока только по белому. Не скажешь, что прямо умереть, не встать, какие выдающиеся. Ну, в общем, у нас проблема. Если покупаешь три бутылки вина, то делают скидку 10%. Вот ходим, теперь не знаем, какую третью бутылку взять. Потому что белые что-то нам совсем не понравились. Вот взяли красные. И вот теперь нужно выбрать третью. И что-то как-то зависли мы на этом. А, вот это. Ну, все. Проблема решена. Ну, вот подошел к концу третий день нашего путешествия. Мы заканчиваем его в поместье Билдмор. Поместье, которое принадлежало и принадлежит потомкам семьи Вандербилд. Это, кстати, Корнелия, дочка Джорджия Эдит. А это ее пес Седрик. Вот в таверну имени Седрика мы и пойдем сейчас. Ну, а с вами увидимся уже завтра. Завтра будет новый день, новая интересная программа. Поэтому, чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал. Если вам понравилось это видео, понравилось поместье Билдмор, пожалуйста, ставьте лайки. Если есть какие-то вопросы по Америке, по поместью, как сюда попасть, что здесь делать, пишите, пожалуйста, в комментариях. Я отвечу всем. Оставайтесь с нами, будет не менее интересно. И увидимся завтра. Погода сегодня не очень, поэтому мы сначала решили отправиться на местный рынок. Никаких галерей мы не нашли. Нашли только куча пивоварин. Но они работают с пяти часов. Здесь тоже Хуан Миро есть. Продолжение следует.